Николай Васильевич Гугарь – величайший гений. Я настолько его люблю и настолько им восхищаюсь. И насколько же я поражаюсь его величайшей психологической глубиной. Непостижимый гений. Великий из великих. Нет другого слова даже, скажем так. Не просто великий, а великий из великих. Творец, писатель, создатель. Величайший мистик. Человек с реальными сверхспособностями. Человек не от мира сего. Человек, который навсегда остается загадкой для психологов, ученых. Великий Николай Гоголь. То, что судьба меня привела сразу после окончания школы в Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя. И то, что я вступил туда и там, шесть лет учился на дневном отделении в Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя. Это не случайно. Это воля высших сил. Я ощущал этот дух великого Гоголя. Гоголь и его произведения уникальнейшие навсегда в моем сердце. И дух Гоголя навсегда со мной, как у выпускника Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. Если мы возьмем биографию Гоголя, то здесь четко указывается, что он учился вначале в Нежинском лицее имени Графа Безбородько, так он назывался когда-то. И потом этот лицей и превратился в Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя. Ну и большую часть своей жизни, фактически, Гоголь жил в Санкт-Петербурге и там творил. И стал еще при жизни не просто классиком мировой литературы, а тем великим гением, гениальность которого уже признавали при жизни. Трагическая жизнь по-своему, скажем так. Он остается абсолютно непонятым и для его современников, и для грядущих поколений. Загадочная смерть. Не очень долгий век Гоголя. И так же он вначале сжигал свои творения в чем-то, скажем так, понимаете, вот среди всех писателей я ощущаю самую большую близость, вот какую-то, скажем, именно это Гоголь, конечно. Когда он вначале начал творить и писать, то его не просто не восприняли, а его жесточайше раскритиковали, как, скажем, самого бездарного, бесталанного, не умеющего красиво писать, вот, и так далее, и тому подобное. И он, великий гений, свое первое творение сжигает все, то есть безвозвратно. И в каком-то смысле, вот в этом я с ним созвучен, что тоже я несколько раз вначале из-за этих неадекватных абсолютно оценок моего творчества все сжигал и уничтожал, при том, что я самоучка в русском языке. В школе его не было, в университете его не было. Это дисциплины, то есть разговаривают с семьей на украинском языке. Естественно, что мне творить было не просто научиться на русском языке, а самоучка. И также в конце своих дней Гоголь сжигает свой последний, завершенный роман «Мертвые души. Вторую часть» и сжигает огромнейшую часть его произведений, всех, которые он корректировал, дополнял и трагически так умирает, где до конца и непонятен его диагноз, что это было. Был ли это, кстати, литургический сон и правда ли, что его живым похоронили. Я, как эзотерик, ощущаю, что, к сожалению, это правда. Великий гений Николай Гоголь проснулся живым в своей могиле и в мучениях еще раз умирал там, в могиле. Ободрал все, он хотел вылезти, не хватало воздуха. Ну, такой был его трагический путь. И фактически говорится о том, что он был вынужден для того, чтобы на весь мир прославиться и стать великим гением, именно заключать сделки с силами тьмы. Как он это заключал? То, что он писал именно о них. Писал так, как никто не написал. Со всей правдивостью, где все черти, вся нечистая сила ожила в его произведениях. Например, взять тоже «Майскую ночь» или «Утопленицу» и другие его творения. Сегодня я посвящаю этот видеоролик гоголевскому чтению. Чтобы понять меня, Любомира Богоявленского, лучше, вы должны минимум прочесть «Вия» Николая Васильевича Гоголя. Но я прекрасно знаю, что много людей начинают читать какую-то книгу, либо мою поэзию, либо творчество другого писателя. И не могут ничего понять, либо не умеют даже правильно это прочесть. С теми наголосами, акцентами и т.д. и т.п. Чтобы лучше понять Гоголя, его нужно ощутить и пережить, скажем, в этом произведении «Вия» и в других. Все эти тонкости. Как учитель иностранной литературы, я обожаю Гоголя также в том отношении, что он использует уникальные авторские приемы. У него ощущается свой уникальный авторский стиль. Ну, я не буду сейчас в анализ удаваться его произведений, литературный. Но я хочу сказать о чем? О том, что Гоголя нужно не просто прочесть, его нужно ощутить и пережить еще. Я хочу вот этот видеоролик, это будет первая часть, еще вторую часть записать, посвятить именно гоголевскому чтению. Где я своим голосом прочту «Вия». Я не претендую на, скажем так, объективность, истинность и в том отношении, что именно мое чтение самое правильное, верное. Нет, это мое ощущение Гоголя. Так его ощущаю я. Но если кому-то мое чтение поможет лучше ощутить также Гоголя, его величайший гениальный шедевр «Вий», я буду считать, что моя миссия этих видеороликов выполнена. Николай Васильевич Гоголь и «Вий». Вообще, в целом, «Вий» – это сын Чернобога в славянской мифологии. У Гоголя же представление о «Вии» было немного иным, авторским. Вот сам Гоголь пишет. «Вий» – есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян, то есть украинцев, начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. «Я не хотел ни в чем изменять его и рассказываю почти в такой же простоте, как и слышал» – примечание Николая Васильевича Гоголя. На самом деле, он сам это создал. Возможно, какая-то была легенда в реальности. Тут спорные есть моменты. Но я ощущаю, что он сам это удивительное творение создал и сотворил. В моей колоде «Мистический путь гейлитара и черта Любомира Богоявинского» в дополнительных арканах есть «Вий». Но, естественно, «Вий» в полном понимании савянской мифологии, как «Сын Чернобога». Итак, начинаем. Как только удалял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторики, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в глаз. Грамматики были еще очень малы. Идя, толкали друг друга и бронились между собой с самым тоненьким дискантом. Они были все почти в изодранных и запачканных платьях. И карманы их вечно были наполнены всякою дрянью. Как-то бабками-свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один вдруг чрикнул среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розки. Риторы шли солиднее. Платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа. Или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собою тенором. Философы целую октавою брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что, проходившим мимо ремести, негдолго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака в воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. «Поничи, поничи, сюды, сюды», говорили они со всех сторон. «Ось, бублики, маковники, верточки, буханцы хорошие, не богу, хороши, на меду сама пекла!» Другая поднял что-то длинное, скрученное из теста, кричала. «Ой, сюсулька, понычи, купить сюсульку!» «Не покупайте у этой ничего, смотрите, какая она скверная!» «И нос нехороший, и руки нечистые!» Но философам и богословам они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и при том целую горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями, аудиторы выслушивали своих учеников. Звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали «Бу-бу-бу-бу-бу-бу». Аудиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка или вареник, или семена из тыкв. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее, или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда со всеобщего согласия замышляли бой. И в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком, и нравственностью всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить в битве. Каждый класс должен стоять за себя особенно, и все должны разделиться на две половины – на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех. И как только умешивались ритеры, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, «А, наконец, и богословие в ужасных шароварах и пристолстыми шеями». Обыкновенно оканчивалось тем, что богословие побивало всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту по разгоревшимся лицам своих слушателей узнавал, что бой был недурен. И в то время, когда он сёк розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословиями же было поступаемо совершенно другим образом. Им, по выражению профессора богословия, отсыпалось по мерке крупного гороху, что состояло в коротеньких кожаных кончуках. В торжественные дни праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявшей иродиаду или пентефрию супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное. Весь этот ученый народ, как семиная, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязь между собою, был чрезвычайно беден на средствах прокормлению, и при том необыкновенно прожорлил. Так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерю галушек, было бы совершенно невозможное дело. И потому доброходные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов, предвидительством одного философа, а иногда присоединялся и сам, с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появилась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день аудиторы слышали от них вместо одного два урока. Один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков. Как я обожаю Гоколя, я вот сколько читаю. Я, ну какой гений, ну величайший из великих. Значит, бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся по сие время. Слово техническое, означавшее далее пяток. Самое торжественное для семинарии событие было вакансии. Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к какому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором. Варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара о ночь. Богословы особенно были бережливы и аккуратны. Для того, чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно, когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидовали в стороне хутор, тотчас сворачивали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной попрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь урод начинали пить кант. Хозяин хаты какой-нибудь старый казак-поселянин долго их слушал, подпешившись обеими руками, потом рыдал пригорько и говорил, обращаясь к своей жене, «Женка, то, что поют школяры, должно быть очень разумное, вынеси им сало и что-нибудь такого, что у нас есть». И целая миска варенихов валилась в мешок, порядочный кус сала, несколько поляниц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, ритеры, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам и остались те, которые имели родительские гнезда далее других. Один раз, во время подобного странствования, три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были богослов Халява, философ Хама Брут и ритер Триберий Горобец. Богослов был рослый, плечистый мужчина и мелчезвычайно странный нрав. Все, что не лежало, бывало возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрач. И когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там. Философ Хама Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием. говоря, что чему быть, того не миновать. Риттер Тиберий Горобец еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец, и потому характер его в то время еще мало развился, но судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов халява и философ хама часто драли его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата. Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки. Риттер Тиберий Горобец сбивал палкою головы с будяков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими лук. От логости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемеживали равнину. Показавшаяся в двух местах Нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния. «Что за черт?» сказал пилосов Хамабрут. Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор. Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку и все продолжал путь. «Ей Богу!» сказал опять остановившись философ. «Ни чертова кулака не видно!» «А может быть далее и попадется какой-нибудь хутор?» сказал богослов, не выпуская люльки. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто, «А где же дорога?» Богослов помолчал и, надумавшись, промолил, «Да ночь темная». Риттер отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лыси норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только прослышалось слабое стенание, похожее на волчий вой. «Вишь, что тут делать?» сказал философ. «А что? Оставаться и заночевать в поле», сказал богослов, и полез в карман доставать огнево и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь под пудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и чувствовал на этот раз желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков. «Нет, халява, не можно», сказал он. «Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собака?» «Попробуем еще, может быть, набредем на какое-нибудь жилье и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь?» При слове горелка богослов сплюнул в сторону и промолвил. «А ну, конечно, в пуле оставаться нечего!» Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудил салай. Прислушавшись, с которой стороны они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. «Хутор! Ей-богу, хутор!» сказал Пелосов. Предположения его не обманули. Через несколько времени они увидели, что небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившийся в одном и том же огонь. Десяток сливных дерев торчало под тыном. Вглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими вазами. Звезды кое-где гуляли в это время на небе. «Смотрите же, братцы, не отставать, во что бы ни было, а добыть ночлега!» Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали «Отвори!» Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном толопе. «Кто там?» закричала она глухо кашляя. «Пусти бабуся переночевать!» Сбились дороги так в поле скверно, как голодном брюхе. «А что вы за народ?» «Да народ необычливый, богослов халява, философ брод эрит торг горопец!» «Не можно!» проворчала старуха. «У меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куда его сделу? Да еще все, какой рослый здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких! Я знаю этих философов и богословов! Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет! Почли, пошли, тут вам нет места! О, милосердись, бабуся, как же можно, чтобы христианские души пропали, ни за что не пропадя! Где хочешь, помести нас! Если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое-другое что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает! Вот что! Старуха казалось, немного смягчилась. Хорошо, сказала она, как бы размышляя, я упущу вас, только положу всех в разные места, а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе. На то твоя воля не будем прикословить, отвечали бурсаки. Ворота заскрипели, и они вошли во двор. А что, бабуся, сказал философ, идя за старухой, если бы так, как говорят ей богу, в животе как будто кто колесами стал ездить, с самого утра вот хоть бы щепка была во рту. Весь чего захотел, сказала старуха, нет у меня нет ничего такого, и печня топилась сегодня. А мы бы уже за все это, продолжал философ, расплатились бы завтра как следует чистуганам. Да, продолжал он тихо, черта с два получишь ты что-нибудь. Ступайте, ступайте, и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес таких нежных паничей. Философ Кама пришел в совершенное уныние от таких слов, но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтебрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корости, но единственное по привычке и позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, что бы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, то философ Хама запустил руку в его карман, как свой собственный и вытащил карася. Старуха разместила бурсаков, ритера положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетяные стены хлева, толкнул ногою в морду проснувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась и старуха, нагнувшись, вошла в хлев. «А что, бабуся, чего тебе нужно?» сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распостертыми руками. «Эхе-хе!» подумал философ. «Только нет, голубушка, устарела!» Он отодвинулся немного подальше, но старуха без церемонии опять подошла к нему. «Слушай, бабуся!» сказал философ. «Теперь пост! А я такой человек, что и за тысячу злотых не захочу оскоромиться!» Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особо когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. «Бабуся! Что ты? Ступай! Ступай себе с Богом!» закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и уфперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались. И он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его. Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, что билось его сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротой кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги, но они к величайшему изумлению его подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор, и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне протянулся черный как уголь лес, тогда только сказал он сам в себе «Эгэ, да это ведьма!» Обращенный месячный серп светлел на небе робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины все оказалось как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночном свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов как кометы острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хама Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступившее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода. И трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшою на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняясь, свои головки звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка. Мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему, и вот ее лицо с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пенем, вторгавшимися в душу, уже приближалась к нему, уже была на поверхности и, задрожав, сверкающим смехом, удалялась. И вот она опрокинулась на спину, и облачные персии ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит, наяву ли это или снится, но там что, ветер или музыка, звенит, звенит и бьется, и подступает, и вонзается в душу какую-то нестерпимую трилью. Что это? думал философ Хамабрут, глядя вниз, несясь вовсю прыть. Подкатился с него градом, он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. ему часто казалось, как будто сердце уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерзанный, он начал припоминать все, все, он начал припоминать все, какие только знал молитвы. Он перебирал все заклятия против духов, и вдруг почувствовал какое-то освежение, чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее. Ведьма как-то слабее держалась на спине его, густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе. «Хорошо же», подумал про себя философ Хама, и начал почти вслух произносить заклятие. Наконец, с быстротую молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким, дробным шагом побежала так быстро, что в саднике два мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были глотки, но все от быстроты мелькало неясно, избивчиво в его глазах. Он схватил лежавший на дороге полено и начал им со всех сил клотить старуху. Дик его пристала она. Сначала были они сердитые и угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу. И невольно мелькнула в голове мысль, точно ли это старуха. «Ох, не могу больше», произнесла она в изнеможение и упала на землю. Он встал на ноги и посмотрел ей в очи. Рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанную, роскошную косою, с длинными как стрелы ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, возведя кверху они полные слез. затрепетал, как древесный лист хама, жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии. Бурсаков почти никого не было в городе. Все разбрелись по хуторам. Или на кондиции. Или просто без всяких кондиций. Потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники влечено и в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась Бурса, была решительно пуста. И сколько философов и сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и заподнил крыши, но нигде не отыскал ни куска сала, или по крайней мире старого княжа, что по обыкновению запрятываемо было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю. Он пошел, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какой-то молодой вдовою в желтом очипке, продававшую ленты, ружейную дробь и колеса, и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицей. И словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме. Он лежал на лавке, покуривая по обыкновению своему люльку, и при всех бросил жиду корчмарю пал золотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших лавнокровно довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии. Это была часть первая. Читал великое произведение гения Гоголя Вий Любомир Богоявленский. И скоро я буду уже читать вторую часть. Есть.